Йоу-йоу, привет! Доброе лондонское утро начинается с обязательного быстрого кофе, а дальше прыгаем в метро и начинаем самый необычный видос на канале. Опа, 300 рублей за проезд списано, ну и погнали. Сегодня у нас новая рубрика «Моими глазами». По сути, я от первого лица показываю поход на футбол, чтобы добиться максимального погружения. И это не все странности этого видоса, но о втором нюансе чуть попозже. А пока предвкушаем дерби северного Лондона Тоттенхэм Арсенал на Эмирейтс, одном из крупнейших стадионов Лондона и вообще Англии. В день игры не все станции около Эмирейтс работают, но сама станция Арсенал открыта. Я немного не успеваю к началу, но, как ты видишь, таких опоздунов немало. Куча людей в красно-белой атрибутике, как ты опять же видишь, розы шпор тоже мелькают, тут светит солнышко, все улыбаются, все на расслабоне очень много. Паленые атрибутики. Такая-то моя жена, знакомьтесь, попросила сфоткаться на фоне мусора. А прикольно такое у нас и праздники. Ну, у всех свои представления о празднике. Ладно, шутки шутками, но атмосфера действительно добрая и расслабленная, и вообще очень много детей и девушек. Яркий действительно Арсенал, все такое на добром, это вообще точно дерби? На самом деле не точно, сейчас-сейчас, скоро дойдем и объясню, в чем подвох. Вон уже Эмирейтс, а вон и паленые матчевые розы. Ну, симпатичные такие, но нет, спасибо, нам не надо. Игра уже началась, но сам видишь, сколько народа еще не внутри, почему-то никто сильно не спешит внутрь. Я вот спешу, но мне далеко идти, стадион огромный, и мой сектор, конечно, не пойми где, как всегда, и давай поэтому чуть-чуть ускоримся. Сейчас начало марта, и люди в шортах, я вообще в шоке. Хотя на улицах, на самом деле, градусов от силы 7-8, тепла. Ну все, ладно, почти уже дошли, кажется. Или нет еще? Мне нужен вход N, мы на заворотке сегодня. Ну а где же еще, ведь это же дерби. Ничего себе очереди, эй, там игра уже идет, давай, запускай, запускай. О, смотри, как розу этот тип повязал, прям как у нас во времена креслопадов. Вот они, турникеты, ладно, все, почти добрались. Чик, QR-код считан. Да как пролезть через эти турникеты, надо меньше бургеров есть. Ну, делать я этого, конечно же, не буду. Верхний ярус у нас под трибунг свежая, просторная и такая, знаешь, светлая. Ну, стадион новый, это видно, стадион ровно 18 лет. Ну что, совершенно летним тебе получается, дорогой Эмирейтс, совсем ты уже взрослый. Ну и все, наконец-то, вот он, наш 123-й сектор. Больше часа у меня ушло на дорогу от гостишки, а тебе повезло, ты всего за 2,5 минуты добрался до дерби Арсенал Тоттенхам. Все, я замолкаю, вырубаем узло, слушаем и смотрим дерби. Вообще, очень-очень сильно крутой стадион. И я удивлен, что народа так много, но почему удивлен? Ну все, ладно, дальше тянуть некуда. Вот второй нюанс, о котором я предупреждал в начале видео. Да, это дерби Северного Лондона, и да, это все еще Арсенал Тоттенхам, все так. Но это женское дерби. Ты просто посмотри, полный стадион на женском дерби. Так, так, и что там на поле? 27-я минута заканчивается, пока по нулям. Я всего 5 минут назад пришел, и первое впечатление, игра более-менее равная. Но небольшое преимущество все-таки у хозяев. У хозяек, точнее. Не, ну офигеть, он же действительно полный. Ну, может быть, почти полный, ладно, но немного свободных мест есть. Но все-таки это Эмирейтс. Он 60 тысяч вмешает, даже чуть больше, чем 60. А играют женщины, что просто. Вот как, по-твоему, на женское дерби Спартак-ЦСК сколько бы пришло? С учетом того, что фан-айди, и многие не ходят на матчи мужской премьер-лиги, и наверняка соскучились по футбику. Но, тем не менее, если бы играли на основных аренах Спартака или ЦСК женское дерби, как, по-твоему, сколько бы пришло? Или, ладно, на Зенит-Спартак на Газпром-арене, допустим, с учетом того, что билеты, как минимум, частично раздавали бы бесплатно, как они любят. Как думаешь, сколько бы пришло? Напиши в комментах. Сама игра, объективно, довольно унылая. Я видел не так много женских матчей, но вот конкретно этот, ну, девушкам арсенала и Тоттенхэма все-таки еще далеко до уровня мужского футбола. Даже не самого высокого уровня. 10 минут до перерыва по нулям, и, как ты видишь, некоторые еще только подтягиваются. Ну, да, может, сама игра и не выдающаяся, но это возможность побывать на футболе, на Эмирейдс. Причем недорого. Ну, хотя как недорого? Вот мой билет стоил почти 2000 рублей. За ворота на игру женщин. Но на эту игру хотя бы можно попасть. Добыть билет на мужской арсенал вообще почти невозможно. Я опробовал, у меня не получалось. А у нас тем временем начинается, возможно, самая интересная часть матча. Перерыв. Можно выйти по трибунку, посмотреть, что продают и вообще, что за люди ходят на женский футбол. Пепси 500 рублей, чай, кофе, горячий шоколад, боврил по 360, пинто, пеновый 800, сидор 700, винишко 1000, налетай, покупай. Да-да, даже винишко есть и красное и белое. Но вот на сектора с алкоголем нельзя, надо пить по трибунке. И да, выглядящим молодо придется показать паспорт, а платить, как и на всех стадионах Англии, можно только картой. Пивасик вкусный. Ладно, мы сюда на футбол пришли смотреть, так что погнали обратно на сектор. Тем более, что людей в под трибунке как-то уж очень много. Ух! Есть вот это чувство, да, вот прям ух! Да, мы пока на поле не вернулись, есть время прислать фотки. Да-да, вот это вот ничего, бро. И можно пока динозавру гол забить. О-о-о-о! Да, братишка. Гунизатор, точнее его зовут, лежит расстроенный. Это официальный маскот Арсенала. Ну да, зеленый быть вратарем, это, видимо, не твое. Лучше иди действительно пофоткайся пока. Вот флаги Арсенала. Так, лучше вот такой ракурс выберу. Во время игры, кстати, ими не махали, чтобы обзор никому не перекрывать. Ну и все. Второй тайм начался. Может быть, пободрее. Нет, пока нет, все стабильно. Темп невысокий, и это если мягко говорить. Моментов нет, пока маркетинг опережает то, что девушки могут показать на поле. В Англии уже несколько лет активно продвигают женский футбик, и главные матчи стабильно проходят на основных аренах, а перед стадионами висят портреты звезд не только мужских команд, но и женских, и фаншопах, разумеется, тоже полно всего женского. Ну, понятно, это еще один отличный рынок и источник дохода. Девушки ходят на футбол, покупают мерч, билеты на женские матчи стоят все-таки приличных денег, и плюс повесточка. Футболистки часто требуют, чтобы им платили как футболистам. Я ничего против не имею, но тогда и зрелище должно соответствовать, как по мне. Пока даже на те деньги, которые я заплатил за билет, простите, но вы не играете. Дорогие дамы, если бы не Эмирейтс, мне, возможно, было бы даже жалко заплаченных денег. И вот на самом деле интересно, какой процент людей пришел на эту игру на Эмирейтс ради Эмирейтс, а какой процент ради женского футбола. Перу, Либерия, Армения, ЮАР, вон болгарский флаг. Арсенал всячески подчеркивает, что они топ-клуб, и за них во всем мире болеют. 1-0. Я уже чуть было не уснул, как канонерки затолкали таки мяч в ворота. Народ рад. Аудитория, кстати, не совсем такая, как на обычном футболе. Как мне показалось еще по пути к сектору, так оно и есть. Тут еще больше семей и заметно больше женщин, чем на обычном взрослом мужском футболе. И мяч именно затолкали, как ты видишь. Это была не комбинация, не удар издалека, это был удачный отскоп. Но гол есть гол. Так, все, усаживайтесь уже, а то вдруг что-то важное пропущу. Все, вот, спасибо большое. На самом деле в Англии на футболе в принципе почти всегда сидят, и домашние болельщики только уж точно. И команду свою домашние почти никогда не поддерживают, сидят только гости, и то далеко не всегда. Кстати, а где гости? Костевого сектора как будто нет, хотя людей в атрибутике шпор я видел. Какого-то суппорта тоже нет, только единичные какие-то довольно скромные инициативы, и все на этом. После гола, кстати, игра стала пободрее, раскрылась. Хозяйки на кураже пытаются закатить второе, а гости в ответ тоже пытаются что-то создать. Ммм, вкусный какой у тебя бургер, определенно с ним наблюдать за игрой куда интереснее. Шпоры в атаке, может сейчас смогут отыграться, а? Да, ну я, конечно, всерьез и не верил, что получится действительно опасный момент, и вообще, чтобы прям моменты были такие, чтобы вот именно одна из команд провела хорошую комбинацию и завершила ее ударом-поворотом, ну я не запомнил. В основном игра весьма и весьма невнятная, скорости, повторюсь, низкие, и если бы не антураж, то, наверное, такое смотреть было бы, ну правда, совсем скучно. Вот уж действительно лучше бургер хлопнуть. Арсенал, кажется, заслуженно победит. Почему заслуженно? Ну, потому что они сильнее, судя по таблице. Вот, собственно, эта таблица. Как ты видишь, перед дерби Арсенал шел на третьем месте, а тот он был ровно в середине с большим отставанием. И да, это вся таблица в английской суперлиге, всего 12 команд. И среди лидеров все более-менее, как и у мужчин. А вот наличие того же Бристоля, это интересно. То есть, ну, собственно, как ты понимаешь, таблица не синхронизирована с мужской, потому что мужской клуб Бристоль Сити, он играет в чемпионшипе. То есть, здесь у женщин, кстати, от сезона к сезону расклады свои. Обрати внимание, тренер мужчина, при этом все судьи женщины. А вот это вот, это просто огонь. Смотри сейчас. 60 тысяч 500 на женском футболе. Да мужской футбол столько мало где собирает. Мое уважение, это просто какой-то космический результат. А сейчас штрафной Арсенал, что, забьют? Суперлига появилась 14 лет назад, и самый титулованный клуб тут, это Челси. Они брали золото 6 раз, и сейчас именно они действующие чемпионы. Ну, точнее, чемпионки, простите. А вот самым первым чемпионом в истории женской Суперлиги стал именно Арсенал. При этом Тоттенхэм трофеев не выигрывал. Все как у мужчин. О, смотри-ка, стюарды. Нет, не беспорядки, это кто-то флаг Палестины. Вы веселые, и его сразу удалили со стадиона. Так, а сейчас вот момент угости, может сейчас забьют, а давай смотреть. Да, спасибо, вот этот шикарный обзор, но я думаю, вряд ли я что-то пропустил. Вот еще один неплохой момент, смотри, Арсенал примерно в похожей ситуации забил, но нет, шпоры не смогли. Из Суперлиги можно вылететь в Чемпионшип, и там наряду с известными именами, вроде Кристал Пэлоса, Саут Гемптон или Рейдинга, есть клуб лондонские львицы. Я сначала подумал, что это какой-то независимый клуб, но нет, это женский милол. Семь минут добавлены, люди уже потихоньку расходятся, ну не верят, что в этом матче будет еще что-то интересное. Еще, еще тут, наверное, лишнее. Маленький футбол Футбол надо подавать как отдельный продукт. Девушки объективно не могут показывать такую же атлетичную и быструю игру, но при этом, на мой взгляд, они могли бы предложить умный, техничный и красивый футбол без большого количества единоборств. Не знаю, может, стоит подумать над каким-то апгрейдом правил именно для женщин, чтобы игра стала менее контактной и более зрелищной, как вариант. А вот, кстати, гостевой сектор Тоттенхэма. Я его во время игры, если честно, даже и не заметил, хотя сидел, получается, прямо под ним. Как бы то ни было, это очень интересный опыт, и к тому же я, наконец-то, попал на Эмирейтс и тебе его показал, пусть и в необычном формате. Я попробовал такой формат, чтобы разнообразить свой контент. Скоро планирую показать таким же образом игру Уотфорда, но на этот раз мужского. И да, я не сам придумал снимать именно так. Такой вариант я подсмотрел у английского блогера Смив. Одно время я прям залипал на его выпуске On The Road, и если тебе нравится такое, то я прям рекомендую. Там показаны самые разные английские лиги. И очень прошу, напиши в комментах, как тебе футбол моими глазами, интересно так смотреть. И если не интересно, то, может быть, стоит что-то поправить. В общем, напиши в комментах, конструктивная критика приветствуется. А на этом все. Если зашло, пили лайк, наводи суету в комментах, а я дальше погнал. Пока!